Думаешь у меня? Всем привет! Как нам перейти дорогу? Все, переходим. Итак вот, всем привет! Сегодня у нас важная миссия. Хотим посмотреть, сами посмотреть, да и вам показать одну очень интересную достопримечательность. Здесь находимся мы в даунтауне Балтимора, в данный момент на улице. А сколько сейчас примерно градусов? Градуса 2. Градуса 2? Да, погода напоминает калининградскую. Итак, ребята, мы находимся сейчас, как назвать, базилика, кладбище. Ой, ну как ни назови, кладбище есть кладбище, а при нем храм. Гвоздь нашей сегодняшней прогулки я вам сразу показывать не буду. Мы пройдем сейчас с вами до надгробия, где был похоронен, был похоронен Эдгар Аванпо. Культовый писатель, родоначальник, можно сказать, рода литературы, такого как детектив. Ну, некоторые говорят ужасы, хотя такой писатель, как Говард Лавкрафт, называл его своим, так сказать, в чем-то учителем. С могилой Эдгара Аванпо не все так просто, потому что дело в том, что этот человек был перезахоронен. И вообще я не уверен до сих пор, похоронен ли он там на самом деле, и настоящая ли это его могила. Вот. Дело в том, что изначально Эдгар Аванпо был похоронен вот здесь. Да. И годы, указанные на надгробной плите, указывают время, когда он был похоронен. То есть с 1849 по 1875 год. Вот. До сих пор приходят поклонники, фанаты и приносят сюда ему цветы. Вообще, кто такой Эдгар Аванпо, да? Все мы изучали в школе его произведения, в такие, как, например, Ворон, да, Невермо. Ходили в школьные библиотеки, брали сборники литературы там со страшными рассказами, где непременно всегда было что-то из... что? Ну, в общем, я сказала, что это его дедушка. Ну, так вот, я продолжу. Дело в том, что... А, в общем, мы бегали в библиотеки, брали романы ужасов, где был непременно рассказ Эдгара Аванпо, там, падение дома Ашеров и многое другое. Позже, позже, уже в 90-е, я более подробно познакомился с его творчеством, когда по телеканалу НТВ, помню, показывали фильмы с участием Винсента Прайса, такой американский актер, который играл главные роли в экранизациях, поставленных по произведениям Эдгара Аванпо. И, блин, это такие были крутые экранизации, и Винсент Прайс такой был крутой актер, фильмы были такие цветные, там, производство American International, режиссера Роджера Кормана, ну, кто знает. И захотелось читать еще больше и больше произведений этого автора, и, надо сказать, они были в чем-то даже очень немного депрессивны, как мне показалось, и, видимо, показалось не зря, потому что... Потому что вообще смерть Эдгара Аванпоа окутана тайнами. Дело в том, что до сих пор нет точной причины. Никто не может сказать, почему он умер. Нашли писателя 3 октября, 5 он уже умирает. Среди причин указывался алкоголизм, рак мозга, то есть тромб в мозг поступил. И даже такая причина, как, поскольку нашли писателя в день выборов, да, в Америке выборы были очень давно, демократия, и было предположение, что его, как и множество других бедолаг, подвыпивших, похищали с улиц, накачивали наркотиками, отводили, ну, что-то подобие каких-то домов, сараев, переодевали и возили по выборам. Они голосовали, затем, там, не знаю, приклеивали бороды, там, цилиндр снимали, одевали парик, и они голосовали снова. И так могли до 20-30 мест посетить, и один человек мог проголосовать 20-30 раз. И все, потом человека перекачанными наркотиками просто бросали. В любом случае, писатель скончался здесь, в Балтиморе, в одной из больниц. Я уже показывать не буду, что за больницей. Вот изначально был похоронен здесь. Видите? Сюда приносят какие-то вещи, кладут на его могилу. Вот ворон. Оригинальное место погребения Эдгара Алана. После такого-то, по такой-то год цветочки. Вот, пожалуйста. Потом, уже позже, место перенесли. Место захоронения. И мы вам его покажем. Ну, больше, чтобы сделать больше из него, как памятник. Сделать что-то вроде памятника. Потому что здесь, как бы, могила незаметная. Такая среди кустов расположена. Здесь, кстати, рядом похоронен его дедушка. Патриот, написано. Дэвид По. Ну, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, не знала, что в центре был Тимур. Есть такое знаковое место. Ну, да. У тебя есть что ему оставить? Монетка, может быть. Вообще, долгое время, более 50 лет, здесь был у него тайный поклонник. Который приносил ему постоянно на могилу бутылку коньяка. Да, и одну розу. Розу по-прежнему приносят. Коньяка пока не вижу. Потому что Эдгар Аллан Пол любил выпить, чего греха таить. Все мы любим это дело. И приносили ему коньячок. Место такое умиротворяющее. Такое неплохое место для погребения. Так сказать, даже какие-то склепы стоят семейные, видимо. Ну, сейчас покажу вам, где, куда принесли, в общем, его останки. И куда люди уже приходят, как на туристическую, так сказать, Мекку. Кто не знает, кто не знает вот про этот надгробный камень. Покажу вам еще раз. Внимательно рассмотрите, запомните. Потому что я никогда в своей жизни не думал, что увижу могилу одного из своих любимых писателей. Это, конечно, круто. Прийти и сказать ему спасибо, мужикте, за твои произведения и экранизации, которые мы очень любим и смотрим. Пока. Что вам сказать, ребята, по поводу похорон писателя. Скажем так, они были не очень пышными, а можно сказать, даже были очень бедными. Потому что сам он был бедный, да и родственников пришло на похороны немного. Его похоронили, конечно, в гробу из красного дерева. Проходи вперед. В гробу из красного дерева, без ручек. Представьте, дядя был, жена, еще кто-то. И спустя очень-очень много времени, по-моему, в 2007 или 2009 году состоялось перезахоронение писателя. Ну, не по-настоящему перезахоронение, а такое, как сказать, театрально пышное. То есть, чтобы воздать ему должное. То есть, люди переоделись в его современников. Была изготовлена восковая кукла Эдгара Алана По, которая была помещена в шикарный гроб. Его пронесли со всеми почестями. То есть, сделали процедуру погребения. Ну, как бы, чтобы все было по-человечески. Как бы, достойный человек должен и достойно быть погребен. Вот. Сейчас мы с вами пройдем на уже памятник, который сделали, создали где-то за 1650 долларов. Ну, по тем временам это были очень большие, очень большие деньги. То есть, собирали здесь в Балтиморе всем миром, собрали, ну, и изготовили уже памятник. Надгробный такой вот, надгробный памятник, где и состоялось уже перезахоронение останков. Вот сам Эдгар Алан По, подтверждающая надпись. А, кстати, рядом перезахоронили уже и его супругу, и, по-моему, его тещу. Либо что-то такое, по-моему, теща. Вот так вот. Вот все они здесь погребены, захоронены. Вот так скажем. Вот такой вот памятник. Это очень, на самом деле, круто. Еще раз повторюсь, что очень рад, что побывал здесь. Где бы я еще мог это действительно увидеть. Здесь дана некоторая информация о писателе, вот Дом-музей, который потом уже, ну, естественно, посетим. Карта старого Балтимора, где он проживал. Вот, естественно, Борн, Рейвен, так сказать. Мемориальная доска. Кое-какие фотографии, люди, возлагающие цветы. Вот. Пожалуйста. Монумент to the memory of Эдгар Аланко. Вот такие вот ребята дела. Ну, вот, как я говорил, то есть его родственники. Я не понял, кто есть кто. То есть, с ним здесь погребена и жена, и его теща, по-моему, подхоронили рядом с ним. Ну, а что разбрасываться? Фамильного склепа нет, поэтому сделали все рядом. Вот. Такие ребята дела. Вон он, фанат. Пошел. Одет очень готично. Я сначала подумал, что он, говорит, он был его дедушкой. А нет. А хотя хрен его знает. Может, это... А может, это он и есть. Эдгар Аланко. Кто его знает? Или один из его потомков. Вот такие вот дела. Вот так вот он выглядел. Да, все вы знаете, как он выглядел. Кстати, я видел в одном из сериалов, где его тоже играл один известный актер. Прям показывали, как он прям запивался. А, кстати, еще пару фильмов вышло. Буквально в том году, в прошлом, либо в этом. Где как-то его творчество начали снова популяризировать. В том числе изобразили его самого. Как он молодой, его приключения. Хотя такого не было на самом деле. Вот такие вот, ребята, дела. Показали. Рассказал, что знал сам. Извините, если рассказал мало. Читайте сами в интернете. И погода такая у нас сегодня, Балтиморская, мрачная. Подстать посещению такого места. Все, мы побывали здесь. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Кидайте донаты. Рады были всех вас видеть. Всем пока. Всем мира.